Сегодня у нас замечательный, интересный праздник, и всех приглашаем. Идем на войну. А во сколько они? Через 10-5 минут. Можно будет увидеть практически эпоху, эпоху начала 20 века. Эпоха, которая была потеряна, к сожалению, вследствие нашей революции, 1 и 2 17 года. Вот шотландцы, пожалуйста, шотландцы. Это английские солдаты. Англия начала 20 века. Англичане были союзниками России в Первой мировой войне. Сегодня военно-историческая реконструкция Первой мировой войны. Сегодня можно здесь, на территории артиллерийского музея, музея войск-связи, инженерных войск, увидеть реконструкцию, начало не только реконструкции униформы, но и быта. Вот, пожалуйста, построенный лагеря. Вот, идет австриец. Замечательный, прошу австриец. Я, да, замечательный. Замечательный австриец. Драй, я живаю. Драй, я живаю. 91-й полк Будуевицкий полк, который описывал непосредственно Ярослав Гашин в своем замечательном романе о правом солдате Швейке. Вот, пожалуйста, униформа. Вот у нас как раз идет... Это российская гвардия, русская кавалерия. Пожалуйста, младший ультер-офицер и ротмистер. Вот, пожалуйста, вот спиной стоит английский солдат. А вот там вот мы можем подойти немножко, отдыхает шотландский солдат в пильче. В юбке, так называемой. Это шотландец. В Шотландии, вообще Англия, Великобритания была союзником России в Первой мировой войне. Вот, пожалуйста, у нас здесь есть российские солдаты. А сейчас мы пойдем дальше. Вот, наш любимый тронь. Между прочим, профессор Колумбийского университета, представляете? Саша, скажи. Профессор Колумбийского университета. По математике и мат-физике. В 90-м году я учил дозуру снацию именно в Колумбрии-Ньюарсе, в Нью-Йорксе. Но, тем не менее, я очень люблю историю. Это моя вторая, мою альтер-эго. Поэтому мы участвуем во всех наших университетах. Вот. И опять же, вот, кстати, интересно, опять же, что сказал сейчас нам господин Тронь. В реконструкции принимают участие абсолютно разные люди. Абсолютно разных профессий, абсолютно разных специальностей, образований и так далее. Реконструкция, в принципе, это стиль жизни, это интерес. Здесь собираются люди, которым нравится эта эпоха. Либо другая эпоха. Вот, пожалуйста, ворвежская кавалерия. Это ты? Это я? Лоша, говорили, любят в бою. Развед-рота 104-го Устовского пехотного паука. Конная разведка. И все с тобой поздороваться не могу. А ты что ты в тык-то в репортаж делаешь? Меня оживили. Репортаж делали. Оживили, я ведь ничего не понимаю. Ай-чай, ай-чай. Да есть, есть, давай. Катись. Аберегись. Понесла. Сергей Александрович Староховский, Роткистер. Здорово. Женя, здравствуй. Рад тебя видеть. Я тебя тоже, Евгений. Вот представься. Евгений Юркевич, корнет лейб-гвардии Карасирского. Я, Величество Государование, императрица Марии Федоровны, полка. На самом деле, Евгений говорит не все. Женя, очень хороший мой друг, и 6 лет назад, я посодействовал, буду нескромным, мы записали Женин альбом. Он автор-исполнитель. Он пишет очень хорошие песни на тематику как раз середины 19-20 века. Первая мировая игра. И мы сделали с Женей акустический альбом, который ты сам можешь сказать и представить. Как он называется? Называется «Белый храм». Но еще иногда можно где-то найти даже в продаже. А сейчас, я думаю, что скоро уже начнется сражение, и мы пойдем снимать сражение. Университет по молодежи и политике и взаимодействию с общественными организаторами Санкт-Петербурга. Свою территорию и одновременно соорганизатором сегодняшнего фестиваля предоставил и является артиллерийский исторический военный музей. Музей артиллерии, ракетных войск, инженерных войск и войск связи, а также сегодняшний фестиваль организован силами Санкт-Петербургского военно-исторического общества. Кажется, что до конечной победы подать рукой, однако разрушительная агитационная деятельность революционных партий во главе с большевиками разлагает пыл и резервные части. И если герои фронта доблестно жертвуют своей жизни здесь, на полях сражений, то там в тылу нарастают доброжелательные, позорные настроения не продолжать войну и заключить с немцами мир любой ценой. Савандиры полков дают последнее настояние своим частям перед началом боя. И поэтому очень-прочим не отпускать буквально, а не все этого слова, своих детей от себя. Держатель жарится. Противный суд мы просто несостоянно будем гарантирует безопасность вас и ваших детей. Так пройдет это. Брэк выносил он от бойцов несчастными случаями. Грэк выносил с губами по камням и по камням и по камням и по камням . Идет интенсивный перестрелок. Вместе с гранатами спути внутреннее свое оружие. На каждом гранате не задержать приближение к гранатам преграды лейтинского плаха. Много защищенного пола. Видим, как нищий поплав, полосы приближаются к оградам, используя их как преграду. На поле была третья граната, хотя всех разведков со стороны Руси я не сраблюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА